Здравствуйте! Вы смотрите еженедельную программу «Жизнь епархии». С вами в студии Ярослав Кравченко. И в ближайшие минуты смотрите «Ночное богослужение. 102-ю годовщину расстрела царской семьи». Образ казанской иконы Божьей Матери, как особо чтимый русским народом. Библиотеки Уваровской епархии, открытые для посетителей. В ночь на 17 июля во многих храмах нашей страны проходят ночные богослужения. Так, вселевольная вершина Уваровского района, заведующий отделом по взаимодействию с вооруженными силами и казачеством Уваровской епархии, священник Иоанн Дудышев совершил ночное богослужение, посвященное памятной дате – расстрела царской семьи. Совершать ночную божественную литургию в храме покрова Пресвятой Богородицы села Вольная вершина Уваровского района становится уже доброй традицией. В эту ночь, особенно против царственных старсотерпцев, молитвенного покровительства, заступничества, укрепления нашего государства и нашей православной веры. На нашем приходе уже стала традицией совершать ночное богослужение в ночь расстрела последней царской семьи. Эта традиция родилась с тех пор, как владыка указом назначил меня на должность руководителя епархиального отдела по взаимодействию с казачеством. И мы вместе с казаками решили совершать ночное богослужение. Это, наверное, не случайно, потому что ночное богослужение, оно особенно, наверное, молитвенно. Оно тихо и спокойно, как и это было 102 года назад. Но и тишина была нарушена. Церковь чтит подвиг последнего русского императора и его семьи. Царь Николай II, царица Александра Федоровна и их дети были людьми необыкновенными еще до своего мученичества. Прошло уже больше ста лет со дня мученической кончины царской семьи. Но как раньше до их кончины, так и сейчас царскую семью чтут и берут как образец в устроении христианской жизни. В этой традиции стали принимать участие и прихожане. Причем с каждым годом народу становится все больше. Потому что царская семья является еще и примером того, как нужно жить каждой семье. Потому что, несмотря на все испытания, с которыми они столкнулись в этой жизни, а испытания были очень серьезные, они сохранили самое главное – любовь и верность внутри семьи, любовь к своему народу, Отечеству, а самое главное – к Церкви и Богу. Мы приехали сюда для того, чтобы почтить память стартарцев, за то, что они не предали Россию, свой народ и веру православную. Государь и его супруга вместе с детьми были глубоко верующими христианами. Делами добра подтверждая свою преданность Христу. В настоящее время большое количество православных христиан пользуются дневниками и записками, оставленными Александрой Федоровной. Прихожанка Покровского храма «Свобольная вершина» часто использует этот дневник, руководствуясь им в устроении своей семейной жизни. Сегодня мы собрались на ночное богослужение, божественную тургию, посвященную царственным староту сердцем. Господь наш был распят и умер за всех людей на земле, а наш царь и его семья – за нашу Россию. Поэтому мы почитаем царственную семью. Я благовейно отношусь и к царице Александре, читая ее все наставления, которые она даровала всем нам, живущим. В церковном номиновании царская семья названа страстотерпцами. Страстотерпцы – это люди, которые пострадали и которых убили без вины. А они к своим гонителям и убийцам отнеслись к христианской кротостью и любовью, исполнив тем самым заповеди Божии. Пример такой любви, пример подобного отношения мы видим в царской семье. Государь Николай и вся его семья смиренно приняли несправедливые гонения и встретили смерть от рук палачей. 21 июля в богослужебном уставе Русской Православной Церкви указана память и явление иконы Пресвятой Богородицы в ограде Казани. Пресвятая Богородица даровала свой образ в XVI веке. И с ним связано много важных исторических событий в жизни русского народа. Подробнее расскажет наш следующий сюжет. История нашего Отечества весьма сложна. Мы видим в ней много трагических и вместе с тем славных страниц, когда Царица Небесная помогала нашим воинам одержать победу над превосходящим по силе врагом, который стремился разрушить Богом данный уклад русской жизни. Образ Пресвятой Богородицы не раз приставал перед зорами противников русского войска, вселяя страх и обращая их в бегство. В смутное время начала XVII столетия этот чудотворный образ взяли в свои ряды участники народного полчения под предводительством Минина и Пожарского и одержали победу над польско-литовским войском, которое захватило Московский Кремль. Предстательством Царицы Небесной Господь сохранил тогда независимость России. И в последующие столетия этот образ не раз помогал нашим воинам защитить Родину от захватчиков. Но и это не все чудеса, которые происходили по молитвам к Царице Небесной через образ казанской иконы. Русский народ в благодарность Пресвятой Богородицы строил множество храмов и монастырей. В Уваровской епархии в честь этого образа построено несколько храмов. В селе Первая Гавриловка Гавриловского района, в селах Курдюки и Красивка Инжавинского района, в районном центре Умед Умедского района и в селе Каменка Ржаксинского района. В жизни Тамбовской губернии Пресвятая Богородица через этот образ оставила свой след. Во время войны 1812 года, спасаясь от французов, московская монахиня Мирония Донкова отправилась в Тамбовский Вознесенский монастырь. Она везла с собой казанскую икону, родительское благословение. В дороге емщик решил ограбить и убить Миронию. Монахиня взмолилась к Богородице и от иконы раздался голос. Не бойся, я твоя заступница. Емщик внезапно ослев и только после раскаяния обещание довести монахиню до монастыря вновь прозрел. Икону Мирония хранила у себя в келье. Однажды она вновь услышала голос, исходящий от иконы, повелевающий ей передать образ в Вышинскую пустынь. Но монахиня умолила Божью Матерь, чтобы икона осталась с ней до ее кончины. Мирония завещала обо своей кончине передать икону в Свято-Успенский Вышинский монастырь, куда образ и был перевезен 7 марта 1827 года. Здесь от святого образа совершалось много исцелений. Иногда ночью видели чудный свет, исходящий от иконы. В 1841 году заступничеством Божьей Матери через ее икону Вышинскую был спасен от холеры город Тамбов. В память этого события Вышинская икона Пресвятой Богородицы ежегодно приносилась в Тамбов с крестным ходом. Архипастерская забота правящего архиерея пастве проявляется в разных направлениях в Варовской епархии. По благословению Владыки Игнатия в епархии открыто много библиотек. О их работе расскажет наш следующий репортаж. В Варовской епархии на сегодняшний день несколько полноценных библиотек. И на каждом приходе существуют книжные полки с духовной литературой. Все это создается для наших прихожан, чтобы каждый человек вне зависимости от местонахождения мог познакомиться с наследием святых отцов, изучать историю, читать притчи и забавные рассказы из православной жизни. Православная библиотека Христо-Рождественского кафедрального собора появилась достаточно давно, с момента восстановления нашего храма. И раньше она располагалась непосредственно в здании храма. На сегодняшний день библиотека находится в Духовно-просветительском центре преображения. Она начала свою деятельность уже в современном виде с августа 2018 года по благословению правящего архиерея в рамках конкурса «Православная инициатива». Наш фонд насчитывает порядка трех тысяч экземпляров. Здесь есть литература для разных категорий читателей. Это и священники, и священнослужители, и церковнослужители. Это и новоначальные, и люди выцерковленные, и дети. Литература православная представлена разнообразными экземплярами. Это и книги священного писания, это различные энциклопедии, Это книги православных писателей, более сложная литература, творения святых отцов, жития святых. Есть литература земли Тамбовской, православная литература. История России тоже на основе православных традиций. Также у нас есть книги для воспитания детей на основе веры православной. И детская литература в большом количестве тоже представлена в нашей библиотеке. В условиях распространения вируса библиотеки Уваровской епархии продолжают свою работу с условием соблюдения всех необходимых санитарных мер. В Евангелии от Луки сказано, «Не хлебом единым будет жить человек, но всяким Словом Божиим». Польза от чтения духовных книг очень высока. Святой Евангелие, Псалтирь, Жития Святых, Творение Святых Отцов в нашей Церкви. Все это необходимая ежедневная пища для нашей души. Святитель Иоанн Золотолус сказал, что телесная пища для поддержания наших сил. То же, что и чтение Писания для души. Она есть духовная пища, которая укрепляет ум и делает душу сильной, твердой и умной. Не позволяет ей увлекаться неразумными страстями. Чтение книг. В полке с книгами где-то это уголки читательские, где-то это достаточно большие библиотеки, но подобные той, что расположены у нас. Кстати, наша библиотека в городе Уварово, она приобрела статус епархиальный. Такие же большие библиотеки есть во втором кафедральном городе, в городе Кирсанове. Это библиотека при Космодемиановском храме и православная библиотека при Тихвинском храме архиерейского подворья. Космодемиановский храм имеет в своем фонде около полутора тысяч экземпляров и расположен в отдельных помещениях. А библиотека православная архиерейского подворья, она расположена в отдельном здании, также Духовно-просветительского центра Возрождения и имеет даже читальный зал. В ее фонде насчитывается порядка двух с половиной тысяч экземпляров. Также появилась достаточно большая библиотека в городе Жердевке при Александрневском храме, в здании Воскресной школы она расположена, ну там порядка 500 экземпляров православной литературы. Преподобный Антоний Оптинский сказал, чтение духовных книг советую вам не оставлять, ибо бывает иногда, и одна строка, прочитанная в добрый час, оценится дороже всего годового издания и останется навсегда в памяти. Усердно прошу вас, как искреннего друга, не набивать головы своей пустошью и вздором, но употребить память свою на прочтение книг наиболее духовных и назидательных. Ничто столько не утешало душу мою и не успокаивало ее, как всегдашнее чтение книг духовных, которые попеременно я прочитал, а некоторые места замечая и повторял, дабы доли в памяти моей могли сохраниться. Ибо и овечки по насыщении своем обыкновенно прежнюю пищу пережевывают, подая тем пример, дабы и мы, вкушая нетленную пищу, то есть, читая или слушая Слово Божие, он наиболее почаще переживали, сидя со вниманием и рассуждением, в памяти своей слышанной обносили и нравственность свою поправляли. Практически каждый православный христианин у себя дома имеет библиотеку. У кого-то она поменьше, у кого-то побольше, и ее фонд постоянно пополняется. В этом нам приходят на помощь церковные лавки на приходах, где можно приобрести православную литературу разного характера, в зависимости от потребностей читателей. Это и литература для новоначальных, это книги православных писателей, более сложная литература, представленная творениями святых отцов на каждом православном приходе можно приобрести в церковных лавках такую литературу для домашнего чтения. И хочется сказать, что мы ждем православных читателей в наших библиотеках, и хотелось бы верить, что человек, взявший в руки православную книгу, вернется к православному чтению вновь, будет совершенствоваться, будет пытаться повысить свой духовный уровень, и, конечно, стремиться к тому, чтобы был мир в душе, и самое главное, чтобы посредством чтения православной литературы мы любили Бога и людей. Книга – это лучшее, что когда-либо создал человек, потому что она и учит, и воспитывает, и ведет по жизни. Книги – это источник информации, знаний и воспитания. Мы собрались сегодня в храм, чтобы помолиться Богу, исповедоваться в своих грехах, причаститься к святых христовых тайн и укрепить себя на путь христианской жизни. В наше время, время множества соблазнов и искушений, этот путь очень тернистый и тяжелый. Много христианина встречают разных препятствий на его пути к Богу, но Церковь, как корабль в этом бурном житейском море, способна донести человеческую душу до Тихой пристани, до Царства Небесного и соединить эту душу с Богом навеки. Поэтому надо в наше время, особенно, когда настроение умов в большинстве своем противно, Духу Евангелия стараться как можно больше пребывать в лоне церкви, чтобы не утонуть в грехе, в страстях, в соблазнах, не погубить свою душу, а сохранить ее для Бога, для вечности, для вечной жизни. Поэтому и устав церковный призывает нас каждое воскресенье приходить в храм Божий и совершать молитву, и по возможности исповедоваться в своих грехах. Завершить нашу передачу хочется словами преподобного Максима Исповедника. Если придет на тебя неожиданное искушение, не ищи того, через кого оно пришло, а ищи, для чего оно пришло, и найдешь исправление души своей. На этом у нас все новости. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!